Указ о начале осеннего призыва 30 сентября подписал президент России Владимир Путин. Осенняя призывная кампания продлится с 1 октября по 31 декабря 2015 года. На службу отправятся 147 100 молодых россиян. Задание на призыв достаточно высокое. Мы, конечно, постараемся приложить все усилия для его выполнения. Но очень многое зависит от самих призывников. Поэтому гражданам, получившим повестки для вызванных в военный комиссариат, для проведения мероприятий, связанных с призывом, обязательно пребывать во время, указанное в повестках. Также хотелось бы отметить, что с 1 января прошлого года граждане, не прошедшие на законных основаниях военную службу, будут получать не военный билет. То есть, достигшие конца призывного возраста 27 лет, будут получать не военный билет, а справку взамен военного билета, в которой будет указано, что являлся уклонистом и не проходил военную службу. Хочется настоятельно порекомендовать таким гражданам, кто еще не достиг 27 лет и может идти служить, набраться мужества и явиться в военный комиссариат города Сланцы. Ни один представитель сильного пола, испытавший прелести кроссов в полной боевой выкладке и тоску по дому, не оспорит того факта, что армия – важный этап в его жизни. Как в Сланцах молодые люди готовы встретить этот важный этап и для кого слово «родина» – не пустое место? Я никак не настроен. Не хочу в армию. Настроение не очень? Да, нормально. Нейтрально. Нейтрально? Это как? Возьмут, тогда пойду. Не возьмут – не пойду. Я отношусь к армии положительно. Я считаю, каждый мужчина должен отслужить своей жизни. Я вообще хотел уйти летом, но ничего-то не сложилось. Призыв окончился. А в какие-то войска хочешь? Во внутренней. Потом хочу свидать свою судебу с МВД, с полицией. Мне вообще все равно пойду – не пойду. У меня еще есть время подумать над этим. То есть вообще даже как-то не вникал в это еще? Не вникал, почему? Как бы все равно приделаться по-любому. Возьмут – пойду, не возьмут – не пойду. Так, а если возьмут все-таки? Придется идти. В принципе, я не против служить, но не хочется быть обычным рядовым. То есть хотелось бы получить высшее звание и звание лучше. То есть офицерские разряды. Самое тяжелое. Ну, это, наверное, адаптироваться. То есть год уехать и именно жить там. Как бы я привык жить свободно. Захотел туда, пошел. Захотел, а столько-то проснулся. Учеба, работа. А там все по расписанию. Распорядок дня в армии имеет, конечно, большое значение. Он создавался для того, чтобы поддерживать постоянную боевую готовность. Если это расписание соблюдается, то солдаты всегда готовы к бою, потому что выспались и накормлены. Некоторые молодые люди задают вопрос – почему я должен служить в армии? Какие нужны аргументы, кроме того, что это твой долг? Еще многие мужчины вспоминают юность в сапогах с теплотой и гордостью. Можно найти в солдатском фольклоре выражение – кто был студентом, видел юность. Кто был солдатом, видел жизнь.